Еще раз здравствуйте! В студии Вестника Кавказа по-прежнему Гия Саралидзе. В этой части нашей программы, как и обещал, речь пойдет о зарубежном европейском клубном футболе. И давайте все-таки начнем с полуфинальных матчей Лиги Чемпионов. Любопытные очень матчи. Как очень часто это бывает, полуфиналы выдались не богатыми на голы. Хотя, если вспомнить прошлый год и там полуфинальные встречи, которые заканчивались 3-0, 4-0, то не всегда это так. Но логика событий вообще подсказывает всегда, что будет упорная борьба. В полуфинал Лиги Чемпионов случайных клубов точно нет. Ну, Атлетику может восприниматься как клуб Мадрид, который довольно неожиданно попал в эту четверку. Но все-таки клуб, который опережает в чемпионате Барселону и Реал, это, конечно, опережал долгое время, скажем так. Вряд ли его можно назвать случайным выход в полуфинал. Тем более, что за этот выход он обыграл ту же самую Барселону. Матч с Челси, ну, знаете, уже в твиттере, в интернете, на фейсбуке, в социальных сетях, в обсуждениях ветках футбола Челси, кроме как автобус или даже два автобуса, не называют. Автобус имеется в виду это автобус в обороне, когда ставится такая там громадина, что преодолеть ее невозможно. Но Жозе Мауринио всегда был человеком, которого интересовал результат. Красивый футбол, там какие-то изыски, это не к нему. У него все заточено под результат. И Челси играл ровно так, как должен был играть для того, чтобы по сумме двух встреч обыграть Атлетику Мадрид. 0-0 для выездного матча может быть там не самый идеальный, конечно, результат, но хороший результат. Я думаю, что и в лондонском матче вряд ли Челси отойдет от такой тактики. Другое дело, что там надо забивать. И будут они ждать наверняка какой-то ошибки Атлетику. Тоже команда, которая может и терпеть, может играть очень дисциплинированно, которая там не уступает ничем в этом смысле Челси. Поэтому я думаю, что противостояние будет очень серьезным. Я даже не сказал бы, что на стороне Челси сейчас какое-то преимущество, что вот они на чужом поле сыграли 0-0. Потому что пропусти они один мяч на стадионе, как они тут же окажутся в более проигрышном состоянии. И ничья уже не будет их устраивать. Поэтому с такой командой, как Атлетику, которая тоже может до конца терпеть в обороне и воспользоваться своими шансами, я думаю, что ничего здесь не ясно абсолютно. В другой паре, ну тоже трудно сказать, что победа там на своем поле Реала над Баварией 1-0 это уже победа, но это серьезная заявка. Во-первых, Реал не пропустил. Это очень, важно в игре с Баварией все время. Бавария, потому что заменила Барселону в качестве фаворита, видимо, поэтому я всегда оговариваюсь. Не пропустить в игре с Баварией, с нынешней Баварией, это очень серьезная заявка. И то, что вот эта победа со счетом 1-0, которая лучше, чем там 2-1 или 3-2, это всем известно. И Мадридский Реал, конечно, здесь в более выигрышной ситуации. Другое дело, что Мюнхен, полный стадион, поддержка и Бавария в том состоянии, в котором она сейчас находится, это будет испытание для Реала. Невероятно будет интересно посмотреть на то, как будут развиваться события. Вы же посмотрите, это же удивительно, что в домашнем матче Мадридский Реал играет и отдает инициативу Баварии. Отдает, причем отдает, судя по всему, специально, отдает ее для того, чтобы вот играть в какой-то свой футбол и очень хорошо использует те возможности, которые предоставляются. Другое дело, что два матча сыграть с Баварией на ноль, ну тогда Реал будет герой. Тогда Реал будет герой и финал Лиги чемпионов будет геройской наградой этому клубу. Тоже здесь понятно, что все впереди, хотя все-таки здесь я Реалу бы какие-то фору отдал, потому что, собственно, фору вот в этот один мяч, который они сумели забить в Мадриде. Любопытно очень все, что будет происходить. Ну и в окончании уже нашей программы несколько слов о Манчестер Юнайтед. Как мы и предполагали, поменялся все-таки тренер. Я вам скажу, что выбор главного тренера, ну сейчас Гикс, Райан Гикс, как бы исполняющий обязанности, но уже известно, что Луин Ван Галь, голландский специалист, который много тренировал, не скажу, что эффектный очень и не скажу, что там один из самых эффективных тренеров. Безусловно, тренер с именем, безусловно, величина, но кто-то из возревателей сказал, что Манчестер Юнайтед пошел в разнос. И приглашение Ван Галли это из этой серии. И вы знаете, я, пожалуй, соглашусь. Небольшая истерика, конечно, такая в руководстве клубом присутствует. Она присутствует. Уж очень там привыкли, что все Фергюсон всегда разруливал. Он был командой. Он был Манчестер Юнайтед очень долго. И все его решения, которые он принимал, кадровые, что касалось внутренней жизни клуба, взаимоотношений футболистов, атмосферы в команде, все были сконцентрированы у него в руках. Вот эта операция преемник, к сожалению, хотя он сам, как утверждается, сам выбрал тренера, который его заменил, сам ему как-то передавал это руководство, но эта передача оказалась не очень удачной, как мы видим. Ну, теперь уже на главного тренера бывшего там спустили всех собак, естественно. Но посмотрим, как это удастся сейчас в ангаре что-то сделать с командой. Безусловно, будет приобретение. Безусловно, будут и потери у клуба. Безусловно, выстраивать нужно во многом по новой команду. Делать ее новой, подниматься на ту вершину, на которую ее в свое время поднял Алекс Фергюсон, очень непросто это будут делать. И надо обладать очень большим таким и самомнением, и уверенностью для того, чтобы сейчас стать у руля. Ну, думаю, ни того, ни другого не занимать Луи Ван Галю. Посмотрим, как эта уверенность превратится в нечто большее. Ну, вот все. На этом, наверное, посмотрим и дальше, как будут развиваться события на футбольных полях. Наступает очень интересное время и финальная часть российского чемпионата, и кубков европейских, и такая решающая фаза и в чемпионатах страны Европы. В общем, все это весьма любопытно и интересно. Будем встречаться здесь, на Вестнике Кавказа. Ну, и какие-то свои суждения я на ваш суд буду выносить. Спасибо, что слушали. Это был Гия Саралидзе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова